Александр Юнисов АО флот делает нам сегодня что? Катера на воздушной подушке. Катера водоизмещающие. А торговая марка какая? На воздушной подушке Марс водоизмещающие. Там есть Орион, Вулкан. Разные модификации. Замечательно. Ты сегодня нас что прокатишь? У нас сегодня веселый день. Сегодня Масленица. Мы катаем друзей на СПП Марс 10. Новая модель знаменитых Марсов, которые выпускались долгие годы. Замечательно. Ты назвал эти покатушки на подушке? Катушки на подушке. Классное название. Мне нравится. Чтобы здесь прокатиться, это акватория реки Ака. Нужно было согласовывать с кем-нибудь? Навигации же нет. А, нет навигации, нет согласования никакого. Все просто. Замечательно. Ну и самый главный, мой актуальный вопрос. Мне интересно, прицеп можно к нему подцепить? Какой-нибудь на веревке издалека. Теоретически он тащить что-то может? Ну очень легкое что-нибудь. Теоретически он тащит что-то. Теоретически он тащит что-то. Что-то быстро мы едем, да? А скорость 60. Ого! 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 Ваня! Ого! Тонсует! Тонсует! Ваня! Круто! Ваня! 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 . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Серьезно? По такому льду? По такому льду. Акватория реки Ака. Сейчас... 60 км в час, я вижу. Да, 60 км в час. А вы можете сказать, какой расход топлива примерно при такой скорости и при такой езде? Сейчас у нас обороты меньше 3000 км. Это приблизительно 20 км. И большие 20 км. 22 км. Это в час, да? Да. А баки какие? 330 литров. 330 литров. 330 литров. Приезд дополнительный, мы еще ставим на 80 литров. Ага. 3000 оборотов. Управлять легко таким катером? Да. Или нужна сноровка? Я помню, ходил на похожем, но не вашего производства, но по воде, по открытой. Волна была. Трясло, конечно. Не знаю, может у вас по-другому? Ну, вот это у нас в снеге диаметр большой. И все зависит от того, как накачаешь. Шостки накачаешь, конечно, вот без снега. Спасибо. Нам, наверное, где-нибудь остановиться надо, да? Вы что-нибудь расскажете мне? Покажете как? Нет, даже не знаю, что сказать. А, рассказать как? Да, да, да. Это водозабор, да? Да. Отлично. Владимир Юрьевич, как управлять этим катером? Насколько просто вообще? Любой человек может сесть и поехать, или ему нужно немножко научиться? Ну, все равно, любая техника новая, все равно нужно какие-то малейшие хотя бы навыки иметь. Либо приобрести их. Ну, вот здесь я вижу, есть руль, но нет педалей, да, как у автомобиля. А где здесь газ? Слева от вас находится ручка управления двигателем. Вот этот рычаг. Сейчас я покажу. Вот про этот рычаг идет речь, да, о котором, собственно, переводя его, увеличивается мощность двигателя. Получится обороты, да? Да, очень редочное место. Тормозов у нас здесь нет, соответственно, никаких. Тормозим за счет трения. За счет трения, да. Все понятно. Либо, как сейчас, останавливались за счет винта маршевого. Маршевый винт, да. Развернулись, тяги винта остановились. Ну, а сейчас замечательный КЭП. Владимир Юрьевич расскажет, как завести этот катер, это чудо. Чудо на воздушной подушке и как им управлять, да? Все просто здесь, да? Совершенно просто. Вот флажок. Есть кнопка выключения массы. Кнопка выключения массы, вижу. Включаем массу, включаем зажигание. Так. Заработал подкачивающий насос. Слышите, работает насос, да? Да, насос работает. И поворачиваю флажок. Заводим. Заводим. А там вы что трогаете? Это сигнальные огни. Сигнальные огни включаются, да? Да. Смена напряжения и срабатывает сигнализация. Понятно. Все, мы завелись, мы прогрелись, да? Должны прогреть, наверное, его, если он холодный, да? Да. Прогреть его, конечно, нужно. И нужно его прогревать свинтом. Потому что, как любой дизель, он под нагрузки греется. А вот смотрите, дизель, вот на северах дизель-то не очень любят. Что скажете на эту тему? Согласен, что на севере они осенью завели мотор, весной заглушили. Ну да. Ну, такой север. Можно поставить бензиновый двигатель. Понятно. Вы ставите любые, правильно? Без разницы, любые. Здорово. Тойота можно поставить. Тойоту бензиновую, Тойоту дизельную, Ивека дизельную. Просто что у нас есть еще? Хундай можно поставить. То есть, такой большой набор на любителя. Да. Какой закажут, такой поставить. Конечно. Отлично. Как тут у вас говорится? От винта? Ну да, надо сигнал сначала дать. Сигнал. Сигнал. Включить. Серьезный такой сигнал. Прежде чем включить винт. Ага. Это информируем всех окружающих, что сейчас катер пойдет. Лучше отойти подальше. Потому что подушка есть подушка. Из-под катера летит и камни, и лед, и что угодно. Большой поток воздуха, конечно. Так. Ну, поехали. Нужно просто... Стоп. Да. У нас есть еще один волшебный рычаг. Вот этот. Да. Это ручник, наверное. Конечно. Для машины он используется как ручник. А у нас это сцепление. 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 Аккуратненько. Нажимаем кнопочку, как на ручнике. И потихонечку... Плавненько его опускаем вниз. Без рывков. Да. Без рывков. Заработало. Можно опускать теперь? Можно опускать. Так. А вот этот что за рычажок волшебный такой маленький? Это рычажок управления горизонтальными рулями. Ага. Горизонтальные рули. Да. Интересно. Так. Ну, а теперь, наверное, можно чуть-чуть вперед. Теперь, значит, одну руку. Одну руку. Вторую руку на газ. И это все, что есть для управления. Ага. Вот так вот. Вот так вот. Например, на газ. Правую руку. Да. Правую. Тогда у меня не получится сейчас снять. Сейчас, да. Да. Значит, тогда нам нужно... А вот чуть-чуть трогнуться можно? Можно, да. Дайте сразу обороты побольше. А теперь взорвать. Сейчас. Сейчас. Сейчас, поехали. За руки. И поехали. Поехали, поехали. Слушайте. Достаточно просто все. Нормально. Мне нравится. Оборотов немного. 2500. Скорость 20 км. Но она немножко разгоняется. Да, чуть-чуть. А, слушайте. А, там что-то красное горит. Это не датчик температуры? Нет. Это не датчик температуры. Это не датчик температуры. Это датчик уровня оплаждающейся. от вождающей жидкости. А с ней все в порядке? Да, все в порядке. Это когда качается и он загорается. А, понятно. О, кстати, сейчас пропал. Все нормально, все в порядке. То есть здесь есть определенные особенности вождения, я чувствую. То есть есть же заносы какие-то, да? Нужно вести ровно, стараться. Ну, это особенно воздушные подушки Марса. Они с кегового типа. С кеги, да? Они все равно с кегом цепляются за поверхность, по которой идут. Реданы дают возможность устойчивости на курсе. Ага. Ну, вот немножко меня чуть-чуть там заносит, да, вправо-влево. Чуть-чуть. Это нормально, да? Да, это ветер дует. Ветер боковой, да, просто? Да. Даже вот так, вправо-влево. Вправо, да, идем? Ну, да, пойдем туда. Ага. Вот так вот. Отлично идем. Хороший ход. 50, где-то 45 километров показывает спидорита. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи оборотов. Добавьте обороты. Добавите обороты. Давайте полный. Ну, так, три тысячи. Три тысячи. Ага. Три тысячи оборотов у нас 60 километров в час. Да. Нет, конечно, заносы присутствуют небольшие. Ну, что, я в первый раз за рулем этого чудного катера, замечательного, под названием Марс-10. Мне нравится. Идет ровно, не шумит. Ну, под нами, конечно, лед. Ну, это тоже здорово. Давайте попробую я. Давайте, да, конечно. Давайте, попробуйся. Вот у вас уже сноровка чувствуется. Во всем нужна сноровка. Отлично. А вот вы нас катали там с пассажирами и пытались такие круги делать. Это просто по инерции заносы, да? Инерционные такие заносы. Мне просто хотелось показать, что он может. Что он может, да? Его возможности. Шикарно. Слушайте, ровно идет все. Не как у меня. Хотя, если двумя руками взяться, может быть, и у меня пойдет. А капитану достаточно одной рукой. Настоящий капитан. Надо убавить. Да? А? Убавляем. 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 Убавляем обороты. До конца убавить. А сейчас пошло трение, да? Да. То есть, между остановкой методом трения пошла. Убавил до конца. Ну что, мне очень понравилось. Спасибо. Давайте поменяемся местами. И, может быть, еще крутанете здесь? Покажете, когда крутанутся? Да. Потому что, пусть лучший капитан за рулем сидит, настоящий. А мы так, сбоку, посмотрим. Это мы танцуем. Танец такой. Вальс? Он разворачивается на месте. Я говорю, что катер очень маневрирует. Маневрирует, да? Если, допустим, сейчас взять его... Если надо отключить пинт, дать ему, ну скажем, полное обороты, которое рассчитано на магнитателе, то его выйти на лед и его можно просто... Рухами? Рухами, да? Взять за какую-то наступающую часть и везти за собой. Ну понятно, да. Это понятно. Шикарно идти. Вот сам что пойдет без какого-то движения. Шикарно. Шикарно идем. Очень нравится. 80. Регулировка. Газа. Чем более. Шикарно идем. Так, 90. Скорость 90. Просто. Даже фотоаппарат стоит на месте и никуда не уходит. Представляете? На ровной поверхности. Чудо какое-то. Прям чудо. Я когда-то ехал на кадере на суде на воздушной подушке. Там такая тряска была. Это ужас какой-то. 100. 100. 100 километров в час. Отличный ход. Стольничек. Стольничек летели. Шикарно вообще. Александру Рашидовичу Юнисову большой респект. Надо это отметить. Молодец. Молодец, что взялся за это дело. И продолжает. Продолжает начатое. Молодец. Все стекло пластиковое. Молодец. Молодец. Отлично. Спасибо, Владимир Юрьевич. Не за что. Обращайтесь. Прекрасно прокатились. Прекрасный катер. Прекрасный капитан. Здорово. Сколько человек здесь может вместиться? Человек, 9 пассажиров и капитан, командир. Без разницы, у кого как. Здесь сиденье расформируется. Вставляются сливы. То есть вытаскиваются. Здесь может быть ровная плоская поверхность, да? Да. Для отдыха, например, да? Или для перевозки каких-то грузов. Ну да, и здесь выходит, что уже 10 пассажиров. Ну, в смысле, 10 человек в мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер. Соответственно, в любом случае до места базирования дойти можно. А, вообще катер, вообще судно-воздушные подушки, в частности, это, потопить можно? Нет, ну, если постараться потопить. Если захотеть. Потопить можно все. Но нужно очень сильно постараться, да? Да, постараться нужно. Трудно его перевернуть, трудно утопить его. Почему? Потому что еще и борта есть. Помимо скек, который я рассказал с дополнительными камерами, есть еще борта. А борта тоже разделены на 4 части. Но невозможно порвать все сразу. Согласитесь? Ну да, наверное, да. Здесь выходит так, что если повреждение произошло, допустим, 2 секции борта, камера основная. Камеру мы накачали запасную, а 2 секции борта, ну, скажем, не особо это влияет на плавучесть. Скажите, а вы вот здесь работаете уже около 12 лет. Управляете Марсами, да? Марсами, да. Именно Марсами. Вы разными управляли, потому что несколько моделей было, производилось Марсов? Марс-700, Марс-2000, сейчас Марс-10. Было, что его управлял Хиусами с 10-ми. А если сравнить Хиусы и Марс по управлению? Ну, я бы не хотел этого делать. Сравнивать не хотели? Разные просто конструктив? Ну, там всё совершенно по-другому. Всё разное, да? Да. Принцип вроде бы один, а катеры отличаются между собой. По управлению, по ходовым качествам? Ну, мы же договорились, что я не буду рассказывать, который катер, допустим, лучше, который хуже. Ну, это не тактично. Хорошо. Скажите, а приходилось когда-либо буксировать что-либо на катере на воздушной подушке, за катером на воздушной подушке? То есть, верёвку кинуть и там кого-то выдернуть или дёрнуть, или что-то ещё? Ну, случалось, когда рыбак застрял в битом льду в районе первого макомольного завода на Акем. Ну, труп у него там пришлось вызволять оттуда его. Ну, потому что МЧС не могли по обидному льду ни на водке проехать, ни пешком пройти, спасти его. Ему кидали какую-то верёвку, конец, да? Ну, мы прямо подошли к борту, лодку подцепили под борт. А, под борт. Его взяли в салон и... То есть, если подцепить под борт, это возможно, буксировка, да? Если кинуть верёвку и как прицеп какой-то там, да, тянуть санки? В экстренных случаях, правильно? Это не постоянно, это не для этого пароход. Ну да, теоретически это возможно? Теоретически возможно и практически возможно. Ну, катер предназначен совершенно для другого. Понятно. Это скоростной катер. Субтитры создавал DimaTorzok